Доброго времени суток! В этом видео я хочу вам рассказать о некоторых нюансах в смене объектива на экшн камере. В данном случае это 4K 30fps экшн камера фирмы M-Best Wi-Fi с процессором V3. Но все камеры, которые с процессором V3 имеют одинаковую конфигурацию, поэтому я думаю, оно будет всем интересно посмотреть об этих нюансах. Очень много видео в интернете о замене объектива широкоугольного рыбьего глаза на другие объективы. И объективы на 90 градусов обычного и с изменяющимся транслокатором, то есть с изменяющимся фокусным расстоянием, корректирующимся резкостью. Есть у меня подобные объективы. Я вам сейчас покажу их. Но есть некоторые нюансы, о которых никто не говорит. И даже некоторые советуют неправильно. То есть я бы хотел подкорректировать те инструкции, которые предлагают коллеги в плане замены объектива. Вот есть такие вот объективы, на которые можно менять основной в этой камере. Ну, первонаперво снимаем крышку. Начнем. Начинаем крышечку снимать с угла. Вот так вот. Я ногтем делаю. Можно и карточкой. Вот так вот вставляете. И так продолжаем. Снимаем крышку. Снимаем крышечку. Вот у нас. Теперь необходимо один момент. Нам снять это кольцо уплотнительное. Забыл я. Можно вот так вот. Тоже ноготочком поддеть. Снимается оно легко. Вот у нас объективчик. Вот объективчик. Его надо снять. Если вы первый раз пытаетесь его выкрутить, он у вас посажен на клей или на герметик. Все советуют снять предварительно клей. Снять или этот герметик. То есть фиксирующую смесь, которая фиксирует объектив в том положении, когда наилучшая резкость. Фокус наилучший. Я бы вам не советовал этого делать. Почему? По той причине, что вы снимаете этот фиксатор и в последующем, когда захотите вернуть объектив этот на место, то очень долго будете искать точку фиксации. А если у вас клей или фиксирующая жидкость, смесь, которая клеющая, останется на объективе, то есть резьба будет заполнена, резьба объектива, основание объектива будет заполнено, то вам она не позволит перекрутить объектив глубже до матрицы. А именно остановит объектив в той точки, которая должна быть. И вам уже проще будет установить точную резкость, точную фокусировку. А для этого нам понадобится две вещи, чтобы снять, вернее, чтобы снять объектив, выкрутить, нам понадобятся две вещи. Это вот такой инструмент и такая мягкая салфетка. Как мы это сделаем? Накрываем салфеткой наш объектив и аккуратненько, очень аккуратненько зажимаем, зажимаем объектив. Потом очень аккуратненько, очень аккуратненько срываем объектив. Сразу может не поддаться, поэтому очень аккуратненько, не пережимая, но в то же время, чтобы салфетка не прокручивалась, срываете объектив. Сорвали, почувствовали, что он пошел, снимаете, снимаете и далее выкручиваете, аккуратненько выкручиваете объектив. Вот он выкручивается. Я первоначально пошел, конечно, неправильным путем. Я начал снимать вот этот фиксирующий раствор, начал зачищать резьбу, но это было бесполезно. И я затем попробовал просто уже, хотел бросить это занятие, потом попробовал сорвать объектив. Сорвал, а в дальнейшем, когда его ставишь обратно, он доходит именно до места фиксации и дальше уже не вращается. Это значительно облегчает работу с ним в дальнейшем. Ну и кроме того, в матрицу, на матрицу вы его не зажмете, матрицу, вернее, объективом не зажмете, не попортите. Так что, дальнейшие наши действия, если вы приобрели такой вот объектив универсальный, с изменяющимся зумом, с изменяющимся регулируемым фокусом, где фиксируется тоже фокус, можно зафиксировать и расстояние можно зафиксировать. То есть вы навели, прижали, навели, отрегулировали, зафиксировали. В комплекте этого объектива есть такое кольцо. Я не видел ни в одном видеоролике, чтобы кто-то ссылался на это кольцо и объяснил, для чего же оно необходимо. Вот это кольцо. Такое вот, видите. А кольцо кольца очень простая функция. Перед установкой объектива вы накручиваете его до конца. Можно не обязательно, просто даже накручиваете на объектив. И затем, затем, держа боком, таким вот образом держа камеру, вкручиваете объектив в камеру. Это кольцо не позволяет перекрутить объектив глубже, чем он должен встать. И затем вы чуть-чуть сильнее его прикручиваете, прижимаете, и тогда не надо будет этот объектив фиксировать клеем или еще чем-либо. Вы прижали, расфиксировали функции. Вот, все вращается. Но, это вы попробовали. Чтобы его одеть, надо закрыть крышку. Кольцо. Это уплотнительное кольцо не подойдет, по той причине, что диаметр средней части объектива больше, чем диаметр этого кольца. Но, если вам очень нужно будет это кольцо уплотнительное, вы можете поэкспериментировать, обрезать его здесь, каким-то образом расточить изнутри. Но это уже ваши будут эксперименты. Я от этого отказался. Все, закрываете крышку. Проверили, чтобы везде все было закрыто. Эта операция не требует извлечения аккумулятора, не требует извлечения карты памяти. Если вам вдруг срочно понадобится заменить этот объектив на родной, вы можете выкрутить этот, вставить и затем одеть аквабокс. Вот. Бокс меняется. Навели резкость, зафиксировали, если надо зафиксировать. Все, он уже не изменится. Точно также и фокус. Вот так. Все. Эта функция замены объектива выполнена. Так что, такие два нюанса. Есть еще один нюанс. При восстановлении объектива, то есть, когда вы возвращаете его родной объектив и необходимо, и все-таки у вас не получается с резкостью, где-то проскакивает у вас резьба, выводите зум, его родной зум. Я покажу на этом объективе. Наводите на предмет, выводите его родной зум до максимума и потом, вращая в сам объектив, выбираете наилучшую резкость изображения. И все. В этом положении фиксируете объектив. Затем вы, когда вы видите, у вас будет постоянная глубина резкости при съемке на родной объектив. Вот такой еще один нюанс. Все. На этом мы заканчиваем этот ролик. Это все, что я вам хотел рассказать сегодня. В следующем ролике расскажу об особенностях использования некоторых аксессуаров, которые идут вместе или которые существуют для спортивных камер, для экшн-камер и как их еще можно использовать, как удобнее использовать камеру. Все. Подписывайтесь, если вам это интересно. Ждите следующих роликов.